Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Все решит судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет продолжает проверку по факту смерти матери тройняшек. Сначала думал о родине, потом о себе. В день 95-летия первого секретаря Куйбышевского областного комитета партии Владимира Орлова в театре оперы и балета собрались его коллеги, друзья и родственники. В Самаре официальное потепление. Коммунальщики дали старт отопительному сезону. С наступлением осени самарцы активно осваивают тихую охоту. Какие грибы класть в лукошко, чтобы потом не было мучительно больно. В Самаре просвещенные участников конкурса «Учитель года-2016» познакомили с достижениями самарских педагогов. Следственный комитет продолжает проверку по факту гибели матери тройняшек. Чтобы выяснить точную причину ее смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты решат, будет ли заведено уголовное дело. Напомним, 6 сентября на больничной койке скончалась Елена Николаева. Несколько месяцев она провела в больнице Пирогова после операции кесарево-сечения. Хронику событий восстановит Валерия Макарова. Матвей, Борис и Глеб. Крепкие малыши улыбаются на руках у папы, бабушки и дедушки. В этом семейном портрете не хватает только мамы. Муж Елена Дмитриев вспоминает с первого взгляда, понял, что она та самая. Ради нее и переехал в Самару из Петербурга. Лена очень любила детей и мечтала о своих. Долгожданная новость о ее беременности для семьи стала радостной втройне. УЗИ показало трех здоровых малышей. История Елены Николаевой всколыхнула Самару в июне, когда появилась петиция с призывом о помощи. Друзья и родственники девушки опасались за ее жизнь, хотели привлечь внимание медиков из столицы. На грани жизни и смерти Лена оказалась после того, как родила тройню в больнице имени Пирогова. Малыши появились на свет здоровые, однако хуже стало их маме. Десятого ее сделали кесарево-сечение. На следующий день звонит она, мне говорит, мама под вечером, мне что-то плохо, меня тошнит. Я говорю, обратись к врачу. Врач сказала, что это последствия наркоза, это все пройдет. Через три дня после кесарево-сечения Елена попала в реанимацию. Там за первые 15 дней она перенесла 8 операций. Лена очень терпеливая, в один голос говорят о ней родные. До последнего улыбалась и стойко переносила все болезненные процедуры, чем удивляла даже опытных врачей. В конце августа состояние Лены улучшилось, но из ее легких каждый день откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии Пирогова нет, поэтому Лену перевели в больницу Середавина. Казалось, она идет на поправку, однако состояние снова ухудшилось. Ее повезли на диализ, нам сказали, полчаса проходило все нормально. И через 30 минут начали закатываться глазки и вызывали реаниматолога. 40 минут реанимационных действий и не смогли спасти. Через 116 дней после кесарево-сечения Лена умерла. Делом заинтересовался следственный комитет, назначенная экспертиза. В следствии предстоит выяснить изначальную причину смерти женщины. И впоследствии будет устанавливаться, квалифицирована ли ей оказывалась медицинская помощь как в одной, так и в другой больнице. В следствии предстоит еще опросить, впоследствии, если дело будет возбуждено, и допросить медицинских сотрудников. Все говорили, что анализы как будто одним беременны. То есть никаких моментов отклонений в верхней и нижней ступени планки не было. То есть все, что очень идеально. Я хотел бы истинно понять, в чем случилось, как случилось. Если есть вина врачей, чтобы она была доказана, чтобы никакие другие девочки больше не попали в такую ситуацию. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Если вы хотите помочь семье Елены, сделать это можно, отправив средство на счет, которое вы видите на экране. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Настоящий грибной бум охватил в этом году Самарскую область. Пользователи соцсетей хвалятся находками и делятся рецептами. А медики уже фиксируют печальную статистику. За последние сутки скорая помощь в Тольятти пять раз выезжала к людям, у которых наблюдались признаки отравления грибами. Среди пострадавших и семилетняя девочка. В Самаре за лето с диагнозом отравления было госпитализировано 13 человек. Марианна Мирная, которая сегодня, несмотря на дождь, отправилась на тихую охоту, расскажет, как не ошибиться с выбором. Белые по 350, за подосиновики просят 150 рублей, а маслята по 100. Из Новобуяна их привез грибник в третьем поколении Иван Савин. Покупатель тоже зависит от рынка. В основном выходные лучше. И солить, жарить их, в принципе, мариновать можно вот эти грибы. Так есть разные. Подосиновики продавал тоже. Грибов в этом году в самарских лесах великое множество. При всем многообразии грибов благородных, немудрено наткнуться и на мухоморы с поганками. Доктора из токсикологического отделения предупреждают грибников и просят их быть внимательными, потому что конец сентября и начало октября самое время для самого ядовитого гриба бледной поганки. Поэтому, найдя в лесу гриб, убедитесь, что вы знаете его происхождение и название. Если вы в нем не уверены, то не стоит брать его с собой. А если, как мы, вы нашли вот такого красавца, то складываем его в корзину и везем домой к ужину. Неопытные грибники зачастую получают свои знания из интернета, что приводит к отравлениям. Самой опасной считается бледная поганка. От нее нет противоядия. Но чаще всего люди попадают в больницу, потому что грибы неправильно обрабатывали, например, не варили, или при засоле не соблюдали рецептуру. Ужин Светланы Шепетовской однажды привел их с мужем на больничную койку. Мы наелись грибов на ночь спокойненько, сковородочку на двоях, и легли спать. Мы ее съели до последнего гриба. Было тяжелое отравление. Вероятно, это была бледная поганка или ложный опенок. Но отравление было очень тяжелое. Мы там в реанимации провели с ним неделю. Теперь на столе у Светланы можно встретить разве что шампиньоны. Но многие самарцы на рынок идут специально за грибами, не боясь, что их может коснуться такая беда. Вот если маслята есть, вот рыжики, их же ни с чем не спутаешь. Поэтому, а люди-то берут там всякие грибы. Поэтому зачем рисковать? Надо просто брать те грибы, которые знаешь. Сейчас вот посолил 5 килограмм, у меня не хватает кастрюли. Я вот хочу еще взять, чтобы целую кастрюлю была. Вот такие вот. Тихая охота по душе многим. Но не стоит забывать, что грибы – самое неизученное царство живой природы. И риск полакомиться ими бывает неоправдан. Поэтому специалисты в один голос не рекомендуют давать грибы детям. Мариана Мирная, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре официальное потепление. Коммунальщики дали старт отопительному сезону. Постепенно теплеют батареи в детских садах, школах, больницах. Затем начнется плановое подключение тепла в жилом фонде. Когда в домах наступит ласковый май, узнала Марина Матвейшина. Осенне-зимний максимум 2016-2017 стартовал. На слонге коммунальщиков так называется отопительный сезон, потому что это период максимальной нагрузки и ответственности. Впервые по распоряжению главы города максимум начали, не дожидаясь температурного минимума. Если раньше по нормативу тепло пускали только, когда среднесуточная температура за окном не поднималась выше 8 градусов в течение 5 дней, в этом году таких показателей решили не дожидаться. Город к пуску тепла готов. Еще в пятницу подписано постановление о начале отопительного сезона, поэтому мы заранее это сделали, чтобы мы ровно и плавно вошли до 5-го, 3-10-го октября. Урегулировали все гидравлические режимы к этому времени и плавно вошли без вот крика. Я думаю, нам это удастся в этом году. В первую очередь к теплу подключают объекты социальной сферы. Дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники и школы. Постепенно тепло будет поступать и в жилые дома. Подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего периода. За процессом следил специально созданный штаб по подготовке города к зиме. В первые недели сентября межведомственная комиссия проверила готовность потребителей тепла и по результатам выданы паспорта готовности. Готовы коммунальщики и к форс-мажорам. Потому что в городе тысячи километров теплотрасс и доска Владимир Андреевич, каждый год бывает и будет и в будущем, без сомнений, когда будут пускать тепло. Походите все равно какие-то новые дефекты вводов дома, дефекты теплотрасс, будут останавливать, будут пускать, чинить. Это обычная рабочая ситуация, в которой занимается город совместно с энергетиками. Через две недели после старта отопительного сезона начнут работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Сегодня в Самаре начала работу губернтская дума нового шестого созыва. Состав депутатов определили недавно прошедшие выборы. На первом думском заседании народным избранникам вручили удостоверение и значки депутатов. Как обновился состав областного парламента и какие решения сегодня были приняты, расскажет Валерия Макарова. Своё первое заседание Самарская губернтская дума нового созыва начала традиционно. Народным избранникам вручили удостоверение. Новый шестой созыв областного парламента был сформирован по результатам недавно прошедших выборов. В итоге состав областного парламента обновился почти наполовину. Пришло 29 новых депутатов. Единая Россия получила 40 из 50 мест. Одно кресло досталось справедливой России. Три мандата забрала либерально-демократическая партия и ещё пять коммунистическая. На первом заседании депутаты выбрали ключевую фигуру председателя губернтской думы. Им стал Виктор Сазонов, который возглавил областной парламент уже в четвёртый раз. Сегодня все решения депутатов касались вполне естественно самой думы, её структуры, предстоящей работы. Были выбраны заместители председателя, сформированы профильные комитеты, утверждены их руководители и заместители. О решениях, которые ещё сегодня приняла Самарская губернтская дума, мы расскажем в наших следующих выпусках. Кандидатуру Виктора Сазонова на должность председателя губернтской думы рекомендовали делегаты внеочередной конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Второй этап конференции прошёл в Самаре. Предпочтение определилось в ходе тайного голосования, которое проходило на альтернативной основе. На конференции подвели итоги прошедшей избирательной кампании. В Самарской области они лучше, чем в других регионах. Это позволило провести в ряды федеральной законодательной власти семерых представителей. Прошедшие выборы укрепили статус губернии как политически активного региона с высоким уровнем поддержки руководства страны. 18 сентября на избирательном участке в области пришло 1 миллион 277 тысяч 382 человека. Это 52,83% от общего числа зарегистрированных избирателей. За «Единую Россию» проголосовало более 51%. Итоги конкурса выборы селфи подвели в Самарском доме молодёжи. Кто же из 6 тысяч участников сделал самое лучшее фото на избирательном участке, выяснила Андрей Горгуленко. Надежда Горюнова уже во второй раз побеждает в конкурсе выборы селфи. В прошлый раз, благодаря своей инстаграм-активности, ездила в Китай. Теперь предстоит путешествие в Москву. Но признаётся, на выборы шла не за подарком, а осознанно проголосовать. Я всегда хожу на выборы, даже вне зависимости от того, проходит конкурс какой-либо или нет. Активно принимаешь участие в политической жизни страны. Ты должен это показывать, не участвовать. Поощрить молодых людей за гражданскую активность и создать положительную атмосферу вокруг выборов – главная цель конкурса, который в этом году собрал почти 6 тысяч участников. Если молодёжь единым фронтом, единой позицией, отстаивая свои интересы, интересы молодёжной политики, отдаёт тот или иной голос, то мы понимаем, что у нас порядка 20% от всех имеющих право голоса – это молодёжь. Самарскую оригинальную идею переняли и в других регионах. На выборах в этом году конкурс селфи на избирательном участке провели 30 регионов России. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Выпуск продолжит новости экономики. Я передаю слово нашему обозревателю Ларисе Шлафаст. Здравствуйте. Нефть начала дешеветь. Сегодня за один баррель марки Brent дают 47 долларов 36 центов. Доллар тоже сдал позиции. На 28 сентября Центробанк установил курс американской валюты на отметке 63 рубля 69 копеек. Евро 71 рубль 64 копейки. Золото стоит 2756 рублей, серебро 40 рублей 9 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 65 рублей 56 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 44 копейки. 3 миллиарда рублей потратили самарцы на туристические путевки по итогам прошлого года. Для отдыха чаще всего выбирали курорты России. Самара попала в топ-5 городов с самыми высокими продажами iPhone 7 и iPhone 7 Plus. В лидерах еще Москва, Ростов-на-Дону, Красноярск и Нижний Новгород. В первые часы продаж побиты все рекорды по сравнению с предыдущими моделями. Только за один день раскупили больше 10 тысяч штук. Кстати, стоимость седьмых айфонов начинается от 57 тысяч рублей. А все жалуются. Кризис, кризис. На этом все. Удачи в делах. Сначала думай о родине, потом о себе. Под таким девизом прошла жизнь Владимира Орлова, героя социалистического труда, первого секретаря Куйбышевского областного комитета партии. В день 95-летия Владимира Павловича в театре оперы и балета собрались его коллеги, друзья и родственники. На торжественном вечере побывала Лариса Шалафаст. Человек труда, человек дела. Так говорят о Владимире Орлове, первом секретаре Куйбышевского областного комитета партии. Человек, который много сделал для города, области и страны. Владимир Орлов возглавлял Куйбышевскую область 12 лет с 67 по 79 годы. В это время были построены и начали работать Волжский автомобильный завод. Куйбышев Азот, Синтез Каучук, нефтеперерабатывающий предприятие «Шоколадная фабрика Россия». Выдающийся политический деятель в семье был заботливым мужем и отцом. Он жил действительно простой жизнью. По воскресеньям мы собирались все за столом. Это был обед воскресный. Суббота, воскресенье это были обычные семейные дни, когда мы ездили на рыбалку, купались. Господи, да все делали, что нормальные люди. Тот период активного развития региона сравнивают с нынешним. При Орлове только за одну пятилетку почти 650 тысяч жителей области получили квартиры. И сейчас темпы строительства жилья такие, каких не было несколько десятилетий. Возрождается промышленность. Самарская область вновь становится опорным регионом страны. В своей приветственной речи губернатор Николай Меркушкин отметил, что дальнейшее развитие области страны в целом должно базироваться на том примере, который был заложен предыдущими поколениями, в частности Владимиром Орловым. Орлов из той приятной, которую нам все это передали. Передали и мощь, и силу, и все то, что настроено, до сих пор составляет примерно 80-85% стоимости наших основных фон. Если мы молодые люди, пример брать таких, как Орл, то мы точно будем жить в великой стране, сильной стране, будем на самом деле оставить детям в руках, в рамках, землю и страну, ту, которой они могут и гордиться, и побороят, и дать их. В памяти Владимира Орлове губернатор предложил выпустить книгу, снять документальный фильм и рассмотреть вопрос о том, чтобы назвать в честь Орлова одну из улиц в Самаре. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Государственные награды Самарской области сегодня получили более 20 человек. Среди них люди разных профессий, актеры, врачи, преподаватели, работники сельскохозяйственной отрасли и промышленных предприятий. Церемония прошла в здании регионального правительства. Награды вручил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. Шесть человек получили почетный знак губернатора с формулировкой «За труд во благо земли Самарской». Званием почетного работника авиационно-космического комплекса удостоен Александр Шейн, начальник цеха завода «Кузнецов». Ответственность сборщиков всегда на первом месте. Сборщик всегда отвечает за качество выпускаемой продукции. И не только, и всего предприятия, в целом. Мне нравится вообще техника, с которой я работаю. Это очень умная, грамотная, но она уникальная техника. По праву мы считаемся и космической столицей России. У нас серьезные достижения в здравоохранении, у нас серьезные достижения достижения в культуре. И могу сказать, что все эти достижения, вся та гордость, которая в сердцах и в душах наших людей за эти годы сформирована, она, конечно, делается людьми. Самара Просвещенная. Участников конкурса «Учитель года-2016» познакомили с достижениями самарских педагогов и системой образования в городе в целом. Встреча прошла в одной из самых престижных школ Самары 41-й гармонии. Марина Матвейшина побывала на этом собрании. Песенка знакомая и мать простой, ой-ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С задором и огоньком встречают конкурсантов и членов жюри в 41-й школе Самар. Здесь находится база конкурса «Учитель года-2016». Впервые за всю историю профессионального состязания представлены все 85 регионов страны. Участники волнуются и готовятся к испытаниям. Члены жюри, а это победители конкурса прошлых лет, надеются на новые открытия. Это, конечно, волнение другого рода, потому что очень хочется не пропустить что-то интересное. Тут задача не кого-то там, как член жюри, сказать, как нужно или как не нужно. Задача поддержать, на мой взгляд, то интересное и необычное, потому что это все-таки конкурс, где самое главное во главе именно личность учителя. Он называется «Учитель года». Не какие-то бумаги, не какие-то портфолио, не какие-то достижения даже, которые вне этого конкурса, а именно то, как личность справится вот здесь и сейчас. Это в идеологии конкурса и очень хочется, как член жюри, не пропустить вот эту уникальную личность на этом конкурсе. Всероссийский этап конкурса проходит в Самаре, а потому всех участников знакомят с самарской системой образования и рассказывают, как она изменилась за последние годы. В Самаре всегда было сильно гуманитарное образование. Школьники традиционно занимали и занимают первые места в Олимпиадах по этим предметам и получают высокий балл на ЕГЭ. Сейчас развивают и техническое направление, причем уже с малых лет. В детских садах ребята пробуют себя в робототехнике. Об эффективности и высоком уровне системы образования в Самаре говорят достижения учеников, подтверждает мэр города. Только за последний год количество медалистов, которые были выпущены из школ, общее количество медалистов составляет 40% от количества медалистов, получивших образование по всей области, и их число растет. Вот в прошлом году было 630 медалистов, в этом году уже 712. 92 школьника получили стобальный результат на экзаменах, четверо из них по двум предметам. То есть, вот представляете, такой труд наших педагогов, и мы очень этим гордимся. После знакомства участники отправляются готовиться к напряженной конкурсной работе. Пятеро финалистов будут известны в субботу, 1 октября. Затем они отправятся в Москву для участия в заключительном туре. Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2016» будет назван в Кремле накануне празднования Дня Учителя. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, Событие. Событие, с которого началась христианская эпоха в истории цивилизации. Православная Церковь отмечает воздвижение Креста Господня. Подлинное древо было найдено в начале 4 века, и оно стало духовным символом процветания сначала Византийской империи, а затем и всего христианского мира. Воздвижение один из 12 великих церковных праздников. На божественной литургии в храме побывал Олег Зверев. В числе 12 самых главных христианских праздников этот единственный, событие которого напрямую не связано с евангельским повествованием. Воздвижение Креста Господня произошло через 300 лет после земной жизни Иисуса Христа. Тем не менее, в мировой истории вряд ли найдется еще одно такое же событие, которое столь радикально изменило бы от развития мировой цивилизации. Всего 20 лет понадобилось Риму, чтобы из языческого стать христианским. После того, как престол Вечного Города возглавил Константин Великий, он сначала провозгласил веротерпимость, а впоследствии узаконил христианство в качестве официальной идеологии. По заданию императора его мать, царица Елена, разыскала подлинный крест Господень. И вот уже почти 1700 лет в честь этого события совершается поклонение главной святыне христианского мира. А после того, как было обретено древо креста Господне, христианство распространилось сначала по всей империи, а к нашему времени дошло до каждого уголка планеты. К моменту восшественного престола императора Константина многие были христиане, даже из двора, но это скрывали. Поэтому особого труда не составляло, когда это уже государственная власть начала проводить политику в отношении церкви определенную. Оказалось то, что общество, оно готово принять. В день воздвижения креста Господня во всех православных храмах мира проходит торжественное богослужение. В современной традиции крест уже не является орудием казни, как это было в прежнюю эпоху. Жизненный путь человека начинается с крещения, и всю жизнь он носит данный ему крест. Ну, во-первых, мы, когда рождаемся, нам батюшка при крещении одевает этот крест, и мы носим этот всю жизнь крест, потому что это защита наша. Крест, он спасение, защита и наша сила. Несмотря на жизнеутверждающую идею праздника, устав предписывает строгий пост в память о страданиях Бога-человека Христа и всех христианских мучеников. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские мотоциклисты привезли Кубок России. Самарская саблистка заняла третье место на всероссийских соревнованиях. Юниорка ЦСКА Самара Александра Климова завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Третье место она разделила с москвичкой Евгенией Подпасковой. Обе спортсменки набрали по 10 очков. За призы на саблях сражались 56 спортсменок. Финал разыграли москвички. Золото и серебро, соответственно, у Софии Позняковой и Светланы Шевелевой. С фехтовальной дорожки на земляную. Кубок России по спидвею разыграли в Балакова. Турнир состоял из трех этапов. На старт выходило шесть команд. Мегалада Тольятти, Восток-Владивосток, Турбина Балакова, Октябрьский, Краснокамск и Сахалин. За Самарскую область гоняли Сергей Даркин, Андрей Кудряшов и Ренат Гафуров. После первого этапа в Автограде Мегалада захватила лидерство. В Башкирии результат закрепила, оторвавшись от ближайшего соперника Турбины на семь очков. В Балакову гонку Лада проиграла, однако в итоге завоевала Кубок страны. Серебро у местной турбины бронзу увезли спортсмены с Дальнего Востока. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин